Музыка Лобинск смело можно назвать городом молодежи. Ежегодно сюда приезжают учиться сотни новых студентов. Куда пойти, чем заняться, как провести время с пользой и встретить таких же спортивных и творческих сверстников. Обо всем, чем живет творческая молодежь Лобинского района, расскажет начальник управления по делам молодежи Надежда Петровна Соколова. Надежда Петровна, добрый день. Здравствуйте. Расскажите об основных направлениях деятельности управления по делам молодежи. Управление по делам молодежи и в целом сфера государственной молодежной политики – это разноплановая и разнообразная деятельность. Мы охватываем такие направления, как военно-патриотическое воспитание молодежи, духовно-нравственное, пропаганда здорового образа жизни, профилактика экстремистской деятельности, талантливую молодежь затрагиваем, реализация проекта клуба веселых и находчиков, что где когда интеллектуальные игры. Стараемся развивать творческие и интеллектуальные способности молодежи. Это инновационная деятельность, добровольчество – самое основное и актуальное из направлений. Вы упомянули о военно-патриотическом воспитании молодежи. В период пандемии довольно активно себя показали волонтеры. Расскажите подробнее о волонтерском направлении. Да, в период пандемии у нас активно работали волонтеры. Это были совершеннолетние волонтеры, это работающая молодежь, студенческая молодежь. Они помогали пожилому населению, чтобы минимизировать риск заболеваемости. Приносили им продукты питания, лекарственные средства. Осуществляли доставку разовой, единовременной продуктовой помощи. У нас до периода пандемии также проходили акции. В них могли принять участие и учащиеся школы, и студенческая молодежь, несовершеннолетние. Акции назывались «Согреем сердца ветеранов». Также помогали на дому, на приусадебных участках. Посещали просто с целью пообщаться, побеседовать, поздравить с какой-то знаменательной датой. А в период пандемии, конечно, помощь уже стала существенной и другая. Она носила другую направленность. И акция «Мы вместе» объединила очень много работающих молодежи. Основные ваши волонтеры – это студенты, правильно? Сейчас летние каникулы. И когда все студенты разъезжаются по домам, с кем вы работаете? В летний период мы настроены работать с молодежью от 14 лет. Это учащиеся школы и также работающая молодежь. Стараемся актуализировать контент через социальные сети, онлайн-мероприятия. И если будет возможность, то оффлайн-мероприятия. Что касается трудоустройства молодежи, есть уже отработанные механизмы для решения этого вопроса? Трудоустройство молодежи несовершеннолетние осуществляется по двум направлениям. Это работа молодежных дворовых площадок, Центром досуга молодежи «Портал». И также трудоустройство по направлению «Новые Тимуровцы». Когда молодежь адресно выходит к пожилым людям и осуществляет работу легкую, придомовую. По уходу за приусадебным участком, во дворе что-то подмести. Какую-то не сильно энергозатратную, но в то же время очень важную, нужную для пожилого человека работу. Что касается совершеннолетней молодежи, здесь, конечно, спектр более широкий. Мы осуществляем трудоустройство на Черноморское побережье, на территории Лобинского района. Согласно заявкам, которые поступают от юридических лиц, от индивидуальных предпринимателей, осуществляем именно взаимодействие между работодателем и желающим трудоустроиться. Но в сложившейся эпидемиологической ситуации трудоустройство затруднено как и в Лобинском городском поселении, в Лобинском районе в целом, так и на выездные работы, что касается трудоустройства на Черноморском побережье и в курортной зоне. Надежда Петровна, на Ваш взгляд, насколько перспективна лобинская молодежь? Молодежь у нас самая перспективная, разносторонняя, целеустремленная и успешная, я Вам хочу сказать. У нас большие достижения в спорте, в культуре. Мы побеждаем в конкурсах. Студенческая молодежь ездит, представляет Краснодарский край на соревнованиях всевозможного уровня. Это и WorldSkills по профессиям. Также мы участвуем в конкурсах «Доброволец России», «Доброволец Кубани». Успехи нашей молодежи неисчерпаемые и неискончаемые. О них можно говорить очень-очень много. Мы перспективный, молодой, растущий район. Наша молодежь отмечена наградами на разных уровнях, в том числе всероссийских, всемирных уровнях. Поэтому только лучшие пожелания, чтобы у нас все получалось, все делалось и все вершины нам покорялись. 27 июня – День молодежи. Что хотите пожелать молодежи Лобинского района? Я желаю молодежи Лобинского района здоровья, процветания, успехов, быть энергичными, активными, достигать своих поставленных целей. У нас в сложившейся ситуации накопилось нереализованных планов, идей о проведении мероприятия, реализации наших направлений, деятельности. Мы будем очень рады встрече с каждым из вас. Надежда Петровна, спасибо за то, что ответили на наши вопросы и желаю вам успехов в достижении намеченных планов. Продолжение следует...